Слава Украине! Привет всем от Полонского! Наша любимая рубрика потери российско-фашистских войск в Украине сегодня 11 сентября 2024 год. Итак, друзья мои, что у нас на фронте и где расшисты несли самые большие потери? Опять на повестке дня Курская Народная Республика, где расшисты, насколько они говорят, пришли в контратаку с неизвестным пока ни для них, ни для нас успехом. Они утверждают, что они там прорвали оборону, но независимые обозреватели этого не подтверждают. И не то, что даже прорвали, они утверждают, что они как бы подвинули наших. Но сразу скажу, что осинтеры этого не подтверждают. Есть боестолкновения на юго... Точнее, извините, на юго-востоке, а получается на северо-востоке этой территории. Но каких-то существенных изменений там нет. То есть в одних местах они идут в атаку, пытаются деблокировать свой вот этот Глушковский котел. А вот под суджой наши как раз идут в атаку. Это все, что можно говорить, пока никаких других данных оттуда не приходит. Ну и не нужно, собственно говоря, потому что начинаешь называть название населенных пунктов, по ним тут же прилетает. Да, что еще? Рашисты продолжают атаки в Донецкой области. Но опять это, знаете, вот таких вот прорывов, как это у них было в сторону Покровска, в свое время у них сейчас нет. Там 100 метров, там 200 метров при этом ложат. Чмобики, чмобики, чмобики. Падают, падают, падают. Они их новых рекрутируют, пригоняют их на фронт буквально сразу же с колес на убой и так далее. То есть опять потери у них за тысячу, при очень сомнительных, скажем так, успехах на Донецком направлении. На всех остальных направлениях и говорить не приходится. За вчерашний день было отправлено курсом русского военного корабля 1140 путинских вооруженных федерастов. И общее количество путинских боевиков, которые пришли в Украину убивать женщин, детей и стариков. Но что-то у них пошло не так, как они планировали. Теперь составляет 628 930 штук. Два танка за вчерашний день отправили в металлолом, что составляет 8 642 всего. И 13 бронемашин. Итого 16 938. Соотношение потерь в танках, бронемашинах и лишнем составе как раз и говорит нам о том, что это все потери мясные. То есть штурмы идут мясом. Иногда чмоевиков садят на мотоциклы, что вообще как бы такой анекдот. Ну кто в атаку на мотоцикл ходит? Ну русские, да. Вот. И таким образом их утилизируют. 56 стволов артиллерии уничтожено у расистов. Всего 17 936. Это много, это выше среднего. Наши хорошо отработали. И 2 единицы ракетных систем залпового огня. Я точно знаю, что одна из них это Солнцепяк. По поводу второй не скажу. 1182 всего. Также было отминусовано одно средство ПВО. Не указано какое. 943 в общей сложности. Дальше. По самолетам, вертолетам у нас старое значение. 368, 328. И 57 беспилотников за один день. Ну а не каждый день по нам кучу беспилотников шлют. С весьма сомнительным успехом. Потому что подавляющая их часть никуда не долетает. 57 вот сбили за вчерашний день. Еще раз говорю, что это не обязательно шахеды. Сбивается также очень много разведывательных. Всего 14 990. Также было отминусовано 58 единиц автотехники различных типов. 24 388 всего. Ну наши дроны продолжают отработку. Кроме того, расисты наезжают на мины. Наши производят дистанционное минирование. Короче говоря, у расистов там в тылу весело. И 6 единиц спецтехники. Тут различные механизмы. Это могут быть и инженерные. И РЭБы. И все, что ты только не хочешь. 3059 всего. Таким образом видим, что путинская армия самоутилизируется. Ну как самоутилизируется? Она утилизируется при помощи, конечно же, наших. Потому что сама она бы не утилизировалась. Попробуй утилизировать вторую армию мира. Видите, даже наши дорогие партнеры боятся их беспилотники сбивать. А тут надо утилизировать всю армию. Это вам не один-два беспилотника, который там в Румынию, в Польше, в Польше или еще куда-нибудь залетел случайно. Вы же понимаете. Так что, друзья мои, украинская армия делает то, чего не делал никто до нее. Утилизирует вторую армию мира.